Изменения в социальной сфере продолжатся. Чтобы она становилась ближе к людям, их запросам была более современной и справедливой. На улучшение демографической ситуации и повышение материального положения направлено предоставление 18 видов пособий и социальных выплат семьям с детьми. Различные виды пособий выплачены почти 7 тысячам семей на общую сумму 1,7 миллиарда рублей. Это на 206 миллионов больше, чем в 2015 году. В целях стимулирования граждан к приему детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание семью в 2016 году внесены изменения в областное законодательство в части предоставления ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего или последующих детей с учетом усыновленных детей, а ежемесячное пособие на улучшение питания малоимущим семьям, воспитывающим 8 и более несовершеннолетних детей с учетом усыновленных и приемных детей. С каждым годом все более затратной статьей семейного бюджета становится оплата жилого помещения и коммунальных услуг. В прошлом году впервые за последние 10 лет в Курганской области наблюдалось увеличение числа получателей жилищных субсидий. Почти 22 тысячи семей, чьи расходы превысили 22% совокупного дохода, получили поддержку правительства Курганской области в виде субсидии. Расходы областного бюджета на эти цели составили 372 миллиона рублей. Кроме того, с января 2016 года инвалидам 1 и 2 групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов, компенсируются расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. С 1 июля такая же выплата производится неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет и старше. В 2016 году за предоставлением этой компенсации обратилось более 5 тысяч человек. На указанные цели направлено более 3 миллионов рублей. Также меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставлено 58 тысячам льготников за счет средств федерального бюджета и более 81 тысячи льготников за счет областного бюджета. Общая сумма расходов составила 955 миллионов рублей. Продолжается работа по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны. Инвалидам и участникам войны будет проведен капитальный ремонт помещений.